Темой совещания были перспективы социально-экономического развития Одинцовского района. Подобный формат работы в Московской области уже применялся. Правда, на выездных форумах в других районах ранее обсуждались в основном проблемы градостроительной политики. Такое же многостороннее обсуждение насущных вопросов одного конкретного района в истории Подмосковья проводилось впервые. Многим Одинцовский район в нашей стране очень хорошо известен. Здесь расположен ряд направлений, которые считаются весьма и весьма престижными. Одинцовский район, территория, где проживает 317 тысяч человек, зарегистрирована только. Одинцовский район имеет внушительный для муниципалитета бюджет. Это более 7 миллиардов рублей. Здесь великолепная природа, удобное расположение. Здесь много хорошего, интересного, привлекательного. Но, как вы понимаете прекрасно, мы собираемся не для того, чтобы восхищаться, нахваливать друг друга, а для того, чтобы найти новые умные способы развития территории, для того, чтобы консолидировать свои усилия для решения накопившихся проблем. Спектр обсуждаемых вопросов был необычайно велик. От развития транспортной инфраструктуры и передачи военных городков на баланс муниципалитета, образования и здравоохранения, до переформатирования Одинцовского гуманитарного университета, создания новых рабочих мест и строительства суперсовременного делового центра. В своем кратком, но очень емком докладе, руководитель администрации района Андрей Иванов отметил ряд положительных моментов, касающихся развития территории. Вместе с тем был затронут и пласт системных проблем, требующих скорейшего разрешения. Обеспеченность больничными учреждениями в районе составляет всего лишь 56%. Дневными стационарами всех типов – 57%. Амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 97%. Уровень обеспеченности врачами в нашем районе всего лишь 58% от нормативной потребности. Средним медицинским персоналом – 57%. И, безусловно, это связано с низкой заработной платой и с повышенной заработной платой в Москве. У нас большая текучесть кадров. В администрации района на сегодняшний день принято решение о строительстве новых современных медицинских объектов. Завершено проектирование, и мы прошли экспертизу проекта поликлиники, проекта детской больницы на 150 колька мест, хирургического корпуса на 450 колька мест. Общий объем инвестиций в наш медицинский кластер который будет располагаться на улице Березова составляет порядка 6 миллиардов рублей. И в этом вопросе мы начали уже достигать договоренностей о софинансировании совместно с застройщиками, которые работают на территории Одинцовского района. В догладе Андрей Иванов не только перечислил существующие проблемы, но и, что особенно ценно, предложил реальные пути их решения. Выступление содержало конкретные примеры уже реализованных инициатив, направленных на улучшение качества жизни в районе. Проблемой остается обеспечение дошкольного образования в группах полного дня пребывания. Так, электронная очередь детских садов составляет 1817 детей в возрасте от 3 до 7 лет. И чтобы снять напряженность в этом вопросе, в Одинцовском районе планируется в ближайшие два года в 2014 году строительство 8 детских садов общим объемом до 1310 мест дошкольных учреждений. И в 2015 году 13 детских садов на 1675 мест. Строительство новых детских садов и школ предусмотрено нашими инвестиционными контрактами застройщиками, а также нашей муниципальной программой. Во многом успешное развитие всего района зависит от качества работы глав поселений. Грамотное налоговое администрирование и разумное распределение ресурсов позволяет поселениям решать не только собственные, но и общерайонные задачи. Одним из признанных лидеров в этом процессе является сельское поселение Успенское. Когда мы начинали программу по мобилизации доходов, в бюджет оплачивалось всего лишь 43% имущественных налогов. А на конец 2013 года количество плательщиков составляет 92%. Соответственно, даже если убрать величину кадастровой стоимости, показывает динамику повышения сбора налогов на территории. Губернатор Андрей Воробьев одобрил как подход местной власти к решению масштабных задач, стоящих перед районом, так и то, что за крупными проблемами не остаются без внимания более мелкие вопросы. Это благоустройство, чистота, порядок, стиль города, который будет реализован в 2014 году достаточно такими интенсивными темпами. И в завершении это пересмотр большого количества инвест-договоров, которые не предусматривают строительство социальной инфраструктуры и приносят нам одни проблемы, а жителям ужасные головные боли. Полезная была информация с точки зрения развития района, особенно доклад по транспортной инфраструктуре, по инвестиционной программе, по тому, как мы можем развивать район с точки зрения привлечения инвестиций. Много вопросов было связано с градостроительной политикой. И то, что нас поддержал губернатор и Министерство строительства по социальному обременению для наших застройщиков-инвесторов, по применению жестких мер к тем инвест-контрактам, которые на сегодняшний день не выполняются на территории района, это, конечно, для нас большая поддержка, большой успех. И я уверен, что это даст свои плоды, свои результаты в ближайшем будущем. Как только мы поднимем вопрос о расторжении инвест-контрактов из-за того, что не выполняют стелленные обязательства с такой поддержкой губернатора, соответственно, те застройщики уже будут совершенно по-другому относиться. И к нам, и к дальнейшим своим стройкам на территории района. Очень важный вопрос был по путепроводу, который соединит 8-9 микрорайоны Одинцово-1 с центром города. Наш давний проект, на который уже потрачено приличное количество денег, около 400 миллионов было потрачено в стартовый комплекс, в стартовый цикл. И если мы получим софинансирование от области на 2015-2016 год, как было предложено главным управлением дорог, то в 2016 году мы уже сможем пользоваться этим путепроводом. Рабочая группа будет заседать в ближайшее время, и у нас, насколько я понял, 2-3 недели на то, чтобы проработать сценарий и предложить его губернатору. Для города Одинцово, который на сегодня находится в транспортном коллапсе, это будет тоже знаковое транспортное сооружение. Так же, как и путепровод в Перхушково, если говорить про Одинцовский район в целом. Много вопросов было связано с мусором, с уборкой территории. Мы опять попали под критику административно-технического надзора. И в этом вопросе губернатор четко озвучил свою позицию для глав поселений. Уверен, что и главы поселений начнут по-другому смотреть на вопросы, связанные с уборкой территории. Не делить непонятные полномочия, кто должен убирать дорогу, кто должен убирать контрольную площадку, лес, придорожную территорию, остановку, а просто брать и отвечать за свои территории. В своем доме нужно наводить порядок самостоятельно. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.